звоню алексей мы приехали смотреть с братиком сейчас поговорим так но мы приехали на площадку алла мой подписчик приехал в третий день смотрим на машины покажу вам цены расскажу что как что можно купить в этом ценовом бюджете который смотрю я вы со мной вместе что как вам ребят 209 тысяч стоит этот аппарат просто космос вот мы в салончике сейчас пообщаемся с ребятами русскоговорящими покажут машинки здесь еще что-то может быть подешевле ребята говорят что новых машин где-то район 200 есть и старый вот бушная машина они обновляются тоже есть в ассортименте есть у них свой банк они делают кредит цифра вот зелененькая можно вот где-то ставить зелененькая ребята цифра это ворота стенданы это оплатить кредит каждых две недели нужно вот эту сумму вот на каждой машинке вы видите прекрасно ведь еще ford focus есть 18000 110 тысяч пробег фотки еще нету на него subaru forester x надо посмотреть ну да пробег здесь побольше 215 1020 14 еще одна корона ну вот эти варианты чтобы купить машину там район 20 тысяч долларов как минимум если тебя нету работы да нет ничего ты должен заплатить банку минимум я так понимаю тысяч семь восемь долларов и дальше тебе тебе оформляют и платишь да но надо как бы еще и чтобы банк все равно тебе отдал кредит надо ему доказывать какие-то эти жили на картах есть деньги ну да что на карта банк statement и как вы сказали правильно понимаю процент где-то выходит из-за то что мы у нас нет ни пиаров ничего где-то 12-15 процентов годовых валют да вот так для канадцев район 8 для канадцах если новая машина в районе 750 сейчас если бы уж на в районе 9 10 вот зависит машин то бишь мы переплачиваем большие деньги потому что мы никто здесь нас зовут не как у нас английский 0 нормально ok давайте да просто подойдем глянем какие-то варианты за 20 тысяч на улице чтобы сравнить с картинкой потому что люди которые смотрят нас там с украины с других стран которые уже едут получили пиар они посмотрели на картинку приходят сюда машина ржавая и выглядит ужасно такое часто бывает но это бывает больше когда частный участник покупаешь машину нас мы пытаемся как бы держать только хороший инвентурия если показывать там ну бывают случаи где машина не в самом лучшем состоянии и мы продаем ее чуть-чуть подешевле хорошо вы как-то обслужить их вот вам прижать нужно вы масло поменяли колодки посмотрели и чтобы пускай то гарантия у вас идет что там там 5 это тоже зависим от как как мы хотим как не то как мы хотим правы продать машину потому что эти машина в очень плавном состоянии и мы как бы и старая машина пробег большой и мы не сможем сделать через банк оформление то машина то будет купить только через кэш то мы ничего не делаем потому что нету смысла нам надо будет как бы поставить ту машину там 7 8 10 тысяч долларов и потом продать ее за 6 ну да есть машины которые продаются а здесь а здесь это как бы означает что машина продается так как она есть мы ничего не делали не инспекцию не поменяли масло ничего на нее все вам привезли и вы там в таком состоянии продается мы просто почистили и помыли сделали химчистку в салоне если самым грязный очень грязный почистили но в состоянии технической машины мы ее не посмотрели если машина чуть-чуть и например вот эти машины киа форте эти которые уже подороже едут киломатраж поменьше и мы можем ездить через банк тогда мы уже делаем инспекцию техосмотр на машину если что-то надо поменять то что зависим от безопасность безопасность машину то мы это все проверяем если что-то не неисправно мы меняем и у вас есть гарантия на те партии на те процедуры которые на те запчастей которые мы поменяли хорошо такой вопрос у нас люди в украине любят смотреть машину на подъемник и так далее если я пришел к вам сейчас посмотрел машину нам не нравится как дорого стоит поднять ее на подъемник посмотреть не течет там ничего она не сильно ржавая с как дорого это стоит у вас мой у нас не знаю точно скудно пример пример здесь можешь сделать инспекцию как бы техосмотра машину как бы ты сам не сможешь поднять машину на подъемнике посмотреть на нее как бы ни один гараж если нашел какой-то друг у него на гараж то ты можешь там ехать но во всех официальных гаражей ты не можешь они не могут поднять машину ты там ездить под машины посмотреть ты просто отдашь им машину на неделю напишут список да они посмотрят все проверить и потом отдают и без песок вот что-то это хорошо это плохо так сколько это стоит вот у вас не знаю точно сколько у нас но примерно это будет стойку 150 баксов 150 долларов чтобы с моделью машин в районе зависим от какая машина да и сколько и работы нужно смотреть полный неполный подключать это техосмотр они полностью проверяют машину все лампочки тормоза колеса вот эта бумажка которая вы даете что машину можно будет поставить вот я вас сейчас купил машину я просто приезжаю в реджи стрит и спокойно ставлю ее до меня не нужно ничего не какой-то дополнительный осмотр и увести куда-то что-то чтобы ее продлевали как то вот я просто с этим не разобрался не здесь в калгари например выбросы и в онтарио других провинциях когда тут ты покупаешь не только когда только покупай машину в каждые два года тебе надо делать техосмотр на машину здесь варберте нету нету вообще нету вообще здесь варберте если ты купил машину от нас и как бы через финансирование то у нас будет бумага механика fitness assessment она прошла прошла техосмотр здесь у нас как я сказал если что-то там неисправно не исправляют но они смотрят только эти лампочки тормоза колеса как это фронт спешил ходовая все эти все эти запчасти и они потому что когда мы продаем машину через банк через финансирование эта бумага должна быть все исправно мы не можем продать машину которую там написано вы надо поменять колеса это в резину бывает тоже меняется мужчина прижать на на плохую резину если машина пришла к нам на 3d у нее плохая резина и она не не будет не сможет ехать не сможете как бы это safety features и они не пройдет этот техосмотр то они меняем мы меняем резину стали вставляем новую резину тоже так с тормозами если кому-то колодки диски там везут надо понятно что человеку и не попался с в аварию но не было проблем что это не то что мы это банк это банк так у нас есть этот пункт от банка если мы продадим машину через финансирование то мы должны делать и этот механика фисты фитнес асесс на и здесь в альберте если ты купил баушную машину через рук от частного лица и машина старая что-то такое это только страховка она они могут тебя спросить сделать инспекцию на машину чтобы ты им отправил документ каком состоянии машина но регистри они тебе не спрашивают в каком состоянии машины пришел с бумагой что вот это предыдущий владелец машину вам не продал машину за эту сумму так 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 просто им отдашь документ они тебе делают новые номера платишь за номерами за всеми но надо страховку сначала когда едешь в речистре машину ставить на учет тебе уже надо быть и иметь страховку подскажите пожалуйста олег смотрите ребят олег с латвии поэтому у него небольшой акцент ой смолдавии да смолдавии извините смолдавии у нее небольшой акцент вопрос такой вот украинцы у вас покупают часто машины правильно на насколько дороже они платят страховку вот образная вы как уже человек который канадец вы сколько платите и сколько и мы будем платить насколько разница большая страховки вместе я не знаю точно не могу ответить точно надо вопрос но как бы вы можете обижать все страховые компании вы можете обижать или можно звонить и спрашивать скидывать звонить звонить можно даже по интернету по имейлу все вот я хочу купить эту машину такой пробег такого года машина проблема в том что если ты купаешь машину через кредит то там есть дополнительные пункты которые тебя на страховке должны быть если ты просто покупал машину от частного лица и машина уже не не в кредит ты уже заплатил полностью за машину то ты можешь купить самую простую страховку который тебя лично не будет страховать ты не будешь страховой нормально работают здесь тоже есть нюансы да как задействовать на компанию могут быть что можешь найти страховую которую разница очень большая например там получится на одной машину тебе нормальные страховые везде там по 300 350 долларов в месяц а ты нашел страховую какой-то поленую я тебе сделаю за 150 то это не очень хорошо если что-то случится банк как бы не даст страховку такую дешевую потому что она же под залогом банка находится машина как он финансирование до давал он хочет то есть и в случае дтп всего чтобы вернуть деньги свои но это страховка то не от банка страховка это ты сам должен найти если ты но хорошо вам же будет бодаться если что если машина дтп попала а ты деньги взял с банка он же как-то будет давить с тобой не столько с тобой только с тобой все если что-то случилось банк за тобой приедет а он не поедет страховка это уже если у тебя плохая страховка то это твои проблемы все равно будешь платить как пусть настоит а мы все это твои проблемы то не банк потому что банк как бы я тебе отдал машину проблема уже твоя какая страховка ты найдешь если ты нашел как кого-то и ты ему доверяешь что он тебе сделает решай вопросы с ним уже решай вопросы с ним уже давайте олег пройдемся посмотрим на машина которая есть в живую чтоб хотя бы понимать леха машины все целые после дтп из после ремонта ну бывает целый бывает после ремонта это можно на карфакс посмотреть здесь на веб-сайте есть карфакс и можешь посмотреть у вас он уже не надо платить за него или в нужно поле за нужно как бы исключен а как дорого стоит обычным людям проверить как карфакс вот ну зашел там на ки-джи-джи и нажимает карфакс посмотреть машину тебе надо еще один этот веномер иметь однажды посмотрел по моему порядка 20 и 25 около 25 30 долларов по моему за машину чтобы посмотреть карфакс спасибо услышал приблизительно вместе вот ребята машина мы сейчас идем ее смотреть по карфаксу показано никаких дтп не было ничего вот видите сейчас мы проверим с прибором и глянем насколько она соответствует ребят вот цена 19 150 месяц 751 доллар две недели 345 и одна неделя 173 если вот машина стоит вот где-то так и вам нужно было внести 5000 долларов первый внос чтобы просто ориентировались ребят джип да джипик это или не джипик 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 обычная джипик а 30 ребят 39 тысяч долларов стоит джип тя 19 года пробег 54000 вот так и так дорого дешево напишите комментариях дима сейчас нам покажет эту машину вот розетка заводской окрас погнали за четыре микрона да да вижу заводской да да 16 2016 до машины шесть лет может в некоторых местах цеплять и мы можем идти дачок пластиковый на многих местах людей просто раз зацепил туда не скажет не так как мы это ты можешь нам покрасить да полностью засаде нас до наш вариант не сработал до нас в наш вариант не сработал да мы думали что ребята тут что-то будут скрывать все красиво едем искать как тебе цен пока непонятно ну процентов в годовых высокой сирона высокая высокая можно работаю искать нужно работать с почем toyota ты сняла на 5 дней приложение тура тура приложение ряда 3 до часа так сделаем так 8 уже нет тура дает дает айота восемнадцатый год на какой-то движок нет движок не подскажу не смотрел значит пять дней значит сам хозяин получает 35 канадских долларов в день плюс тура берет свой процент там за пять дней порядка еще 150 долларов то есть в общей сложности эта машина на пять дней вышло 350 канадских долларов плюс бензин отдельно уже сам понятно бы легко все украинцы сдали вообще без проблем права старого образца ламинированные украинские никаких депозитов не нужно причем через этого приложения выбираешь себе машину выбираешь даже ближайшую к себе если даже хочешь хозяин в себе привозит нам ее для автомобиля он не привез отдал ключ сфотографировал права сказал пока через пять дней увидимся скажи насколько мир тесный с дима летели в одном самолете в одном месте строительство во франкфурте познакомились до зрителей при выборе авто да да она сейчас мы расскажем историю как мы с дима и познакомились вот вот так вот ребята такие цены чтобы не летали в облаках кто там рассказывает вам что вы купите сколько машин купить до десятки до десятки до десятки здесь я хотел купить две машины ответ же по 10-две поделать десятки 20 20-два секс цели на авто до космоса оказалось поэтому так вот машины вот через приложение тура оказал про мониторили цены через enterprise и другие различные организации, но там от 700 долларов на 5 дней. Самая простая 700-800 канадских долларов. То есть самый доступный вариант и не требующий никаких залогов это продолжение туров. Понятно. Как в первые дни? Я просто две недели уже. Да еще отсыпаться надо. Первые дни, да. Шесть дней. В основном 6-8. У нас только вторые сутки, пока еще тяжело. Ну ничего. Есть с чем заниматься. Какого города? Родом из Запорожья. Последние три года Киев. Какой район Киев? Голосеевский. Голосеевский. Я с Позняков. Хорошо, спасибо, что зацикал. Ребятам будет полезная информация. Приехали смотреть машину. Дима, как всегда, с прибором. Дим, ну как тебе? Не, ну она красилась. Освежалась просто. Ну критического я ничего не знаю. Ну что, ребят, эта машина крашена одна дверь и ляда. Машина тоже 2006 года. Это стоит 7500. За ту хотели отдать за 6. Но та вся сделана, покрашена. Нет, вот так вот, как здесь, пороги. Видите, заделаны. Ну тут ржавчина, ее не красили. Дим, расскажи свои мысли по машинам. Ты уже два Одиссея увидел. Я не пойму, к кому мы приехали машину смотреть. Потому что он только снимает и задает вопросы. Торговаться ни с кем не хочет. А Майкл, а ну нафиг не надо. Поэтому приехали смотреть очередной автомобиль. Ну и ждем продолжения. Ну что ты скажешь по машинам здесь? Дорого. Даже жалко тратить деньги, да? Ну не то, чтобы жалко тратить деньги. Просто хочется за эти деньги найти более-менее оптимальный вариант. Согласен. Правду говорят, ребят, что нужно брать салон только велюровый. Потому что очень, очень холодно в машинах. Особенно если у тебя нет гаража, парковки теплой. Машинка 2006 года. Вообще не крашена. Вот так выглядит салон. Дима проверил, она вся в заводской краске. Смотрим на хондочку. Только что смотрели Nissan Versa. Одиннадцатый год. Почти восемь тысяч, но нет зимней резины. Сейчас проверим эту машинку. Короче, ребят, что я хочу сказать. Я писал Алексу, что у меня бюджет 5-8 тысяч долларов. А когда приехал к нему, самая дешевая машина оказалась 20 тысяч. Ее можно взять в кредит. Без знания английского языка и чего еще? Двадцатки. И двадцатки долларов. Ребят, не едьте к Алексу. А еще, когда вы приедете на автобусе, там очень сильно воняет. Вот собро. Скажи, ну какие-то впечатления по машинам? Сколько надо денег? И какой-то вариант. Kia Salt 23 тысячи долларов. С шестнадцатого года. Пробег 120 тысяч километров. Решайте сами. До встречи. До новых видео, ребят.